Субтитры делал DimaTorzok Непосредственно сегодня мы познакомимся с данной средой программирования, научимся ее запускать и в дальнейшем уже работать. Цели нашего урока. Рассмотреть с вами способы запуска программы, познакомить вас с элементами окна программы Pascal ABC.net, показать вам на конкретном примере, как ведется работа в данной среде программирования, развить у вас навыки работы со средой программирования Pascal ABC.net и воспитать усидчивость, внимательность и аккуратность. Я думаю, мы сегодня все эти цели с вами достигнем. Начнем урок. Значит, в первую очередь то, что нам пригодится. Так как еще по информации 8 класса книг нет, поэтому мы будем использовать то, что у нас есть. Это учебное пособие по информации для 8 класса, программированное в Дике по скале. Автор Исааков, Камилу. Значит, если у кого-то дома такое пособие имеется, то вы его можете смело использовать. И когда вы придете на уроки в школу, то также это пособие для нас будет очень необходимым. И для тех, у кого нет такого пособия, либо нет вообще никаких учебников по программированию, то вы можете зайти в свой поисковый браузер, либо на своем мобильном телефоне набрать язык программирования pascal.abc.net задать поиск и у вас выйдут сообщения, которые вы можете выбрать для вас самое оптимальное и по нему изучать данную среду программирования. Ну, пока в таком варианте будет работать. Запуск pascal.abc.net Значит, какие же способы существуют? Первый. Конечно же, эта программа должна быть установлена на вашем компьютере. Она находится в папке pascal.abc.net Вот. Эта папка содержит определенное количество файлов. Вот они с правой стороны видны. И запускающим является именно вот этот файл pascal.abc.net написано приложение и его объем. Значит, вы можете его взять правой кнопкой и выставить на рабочий стол, как ярлык. Значит, отсюда можно нажать и запустить программу. Значит, когда вы установите ярлык, значит, он появится в виде такого значка. Подводите указатель мыши, нажимаете два раза левую кнопку мыши. Если же вы установили ее, она может оказаться и в главном меню, то есть в кнопке пуск. Нажав на нее, вы можете найти ее среди программ, которые у вас установлены. Она не требует определенной установки, просто нужно вывести ярлык либо на рабочий стол, либо вот он установится сюда и нажать. После нажатия, значит, открывается окно программы. Значит, в нем есть все те же элементы, которые мы с вами рассматривали до этого. Первое, это строка заголовка. Значит, в ней расположен значок, название программы и управляющие кнопки. Срока меню. В данной программе их семь. Каждое меню содержит свой набор команд, которые помогают нам в нашей работе. Третьим элементом, это панель инструментов. Она нужна для того, чтобы быстрее выполнить какие-то операции. Эти операции чаще всего являются теми, которые мы больше всего используем. Создать, открыть, запустить на выполнение, копировать, вырезать, вставить и так далее. Четвертое, это рабочая область. Мы вот сюда записываем саму программу, которую мы с вами составляем. Пятый элемент. Окно вывода. После нажатия на клавишу F9, то есть выдаем на выполнение программу, окно вывода появляется, и оно делится на два подокна. Первое, это окно ввода данных. Мы здесь вводим данные. И второе, как бы подокно, это окно полученных результатов. Идет запрос введить x, y. Мы вводим числовые данные, нажимаем Enter и получаем результат. Вот это окно среды программирования PascalIbc.net. Давайте рассмотрим меню. В строке меню у нас есть меню файлов, правка, вид. Сейчас попробуем их три. Вот они, три первые. Что в файле? Новый, новый проект, открыт, открыт проект, сохранить, сохранить гад. Последние файлы, выход, то есть это набор команд, которые работают с файлами, то есть документами. Правка, само слово говорит правка, то есть вносить изменения. Можно отменить что-то, если вы неправильно сделали. Восстановить, если что-то потеряли. Скопировать, вырезать, вставить. Найти какой-то элемент. Выделить всю программу или часть. То есть вы записали только часть, то эта вся часть выделяете. И так далее, и так далее. Меню вид. Именно работает с окном программы. То есть, нижняя панель, она установлена. Окно вывода. Список ошибок, если нужно будет сообщение. То есть это все для того, чтобы наша работа была намного легче. Следующее меню программа. Сервис. Значит, в меню программа идет именно работа на выполнение самой вашей составленной программы. То есть, вот эта кнопка, она и здесь, видите, установлена. Она дает на выполнение. Либо она может выполнить с помощью клавиши F9. Выполнить без связи с оболочкой. Shift плюс 9. Иногда требуется это в графическом режиме. Мы можем использовать ее без связи с оболочкой. Сервис. То есть, предоставляет нам дополнительные возможности. Настройки, какие-то форматирование, переходы и так далее. И последние два меню это модули и помощь. Значит, в меню модули, значит, здесь идет сообщение об ошибках. И здесь есть некоторые задания, которые уже заранее здесь приготовлены. Можно их превратить в шаблоны, то есть, для раздачи для учеников и так далее, и так далее. И просмотр результатов. Ну и последнее, конечно, это помощь. Если мы что-то не можем сделать, то лучше всего обратиться к справочному материалу. Справка это у нас F1. У кого дома есть компьютеры, и если на вашем компьютере установлена среда программирования PascalIBC.net, то вы можете уже со следующего урока начать с ней работать вместе со мной. У кого есть компьютер, но эта программа не установлена, вы можете мне дать свою почту. Я на почту вам скину вот эту папку, которая на работе располагает 59 файлов. И среди них есть именно файл приложения, который запускает данную программу. Вы его берете правой кнопкой мыши, переводите на рабочий стол, говорите создать ярлык. И вот такой ярлык создаст у вас на рабочем столе. Для этого вы должны написать, каждый из вас должен написать, что у вас есть компьютер, программа установлена. Есть компьютер, программа не установлена. Или же третий вариант, у меня нет компьютера. Ученики, у которых нет компьютера, мы пока будем с вами составлять программы учиться в тетрадях. Вы будете присылать задания, выполненные в тетрадях. А у тех, у кого есть компьютеры, вы будете уже присылать программы, скриншоты, вернее, ваших программ, уже написанных в программе pascalabc.net. Ну а сейчас давайте рассмотрим один пример. Вот запустилось окно программы, все элементы на месте. Давайте с вами попробуем записать небольшую программу. Пусть нам необходимо найти сумму двух чисел. Значит, мы сразу внимательно прочитаем условия. Задаем себе структуру. Первое то, что у нас есть два числа, и они неизвестные. И есть конечный результат, это сумма. Операция альтабетическая, это сложение. Значит, нужно обязательно перейти на английский язык и уже начинать работу. Значит, те слова, которые являются основными, они, видите, автоматически начинают выделяться. И в конце мы говорили, нужно нажать обязательно, поставить точку запятую. Точка запятая, это на клавиатуре буква G. Слово программ, оно выделилось. Слово сумма, нет. Так как у нас два неизвестных, это переменные, для ввода переменных у нас существует свое служебное слово. Оно называется WAV. У нас, скажем, есть две неизвестных, A и B. Оставив двоеточие, это shift G, мы определяем, что это за переменные. Пусть они будут типа Integer. Опять же ставим в конце точку запятую, нажимаем Enter. Определяем результат. У нас S. Если два числа у нас типа Integer, и мы их складываем, то ответ, соответственно, тоже будет Integer. Мы можем их написать и в одну строчку. Но для более такого образовательного эффекта я их написал отдельно. Значит, у нас есть дальше тело цикла, которое начинается со служебного слова Begin. Видите, оно тоже стало выделенным. После него идут операторы, те, которые мы используем. Мы хотим вывести на экран сообщение, что нужно ввести числа. Для этого существует такое слово, как Write. То есть, в круглых скобках, нажимая букву R внутри, мы устанавливаем апостроф. Заходим внутри, внутри этого апострофа, переводим на русский язык и пишем «Введите числа». Значит, ставится двоеточие, пробел, потому что мы будем числа отделять от данного текста. И в конце опять точка запятая. Это все уже на английском языке. Чтобы ввести числа, мы их должны обозначить. Для этого существует команда ReadOn. И мы говорим, что мы вводим А и Д. Здесь дальше мы будем выполнять вычислительный процесс, то есть, нахождение суммы. Мы можем дать небольшой комментарий. Комментарий у нас в фигурных скобках. Здесь нажимается Shift. Буква Х, русская буква. Твердый знак. Это открытые и закрытые вот эти фигурные скобки. То же самое внутри апостроф. И уже русскими буквами мы печатаем. Так как это комментарий, это не основная часть программы, то в конце точку запятую можно не ставить. Значит, эти комментарии вы можете писать в программах, можете не писать. Это не ошибка. Мы просто даем комментарий, что сейчас будет именно процесс нахождения суммы. И решение самого примера. С. И мы говорили, что существует специальный знак. Это присвоить. То есть, двое точье равно, называемое присвоить. Зачем мы S должны присвоить A плюс B. Точка запятой. Это основная часть программы, поэтому точка запятой ставится. И мы можем опять сделать комментарий. После этого мы выводим результаты на экран. Когда мы переходим на новую строчку, всегда нажимаем Enter. Чтобы вывести результат из другой служебного слова, и она уже называется Right On. Для более такого красивого эффекта мы запишем, что сумма у нас равна. И потом уже будет выходить конечный результат. И наше тело цикла начинается Begin и заканчивается служебным словом End. После которого ставится точка. Вот программа записана. И теперь мы должны сделать ее отладку. То есть, проверить, работоспособна ли она. При нажатии на клавишу F9, либо на пиктограмму, которая называется Выполнить, мы даем нашу программу на выполнение. Значит, если будут какие-то допущенные ошибки, то мы сразу увидим, что это будет подчеркнуто красной чертой, прямоугольником. А если же нет, то у нас в окне вывода появится соответствующая информация. Давайте выполним. Программа прочитана, скомплинирована, как мы говорили. Значит, у нас идет запрос «Введите числа». Мы вводим два числа. Например, 15, пробел, и сегодня 24. 15 плюс 24 должно получиться 39. Если мы это как-то получим, в этой строчке мы с вами решили верно. Нажимаем Enter. Сумма равна 39. Еще раз нажимаем «Выполнить». Давайте дадим отрицательного числа. минус 15, минус 24. Мы знаем, что если складываются два отрицательных числа, то их значения складываются, и впереди ставится знак «минус». Получилось минус 39. Еще один вариант – минус 15 и просто 24. То есть плюс 24. Когда числа разные, с разными знаками, то от большего отнимается «меньше» и ставится знак «большего». 24 у нас «больше» минус 15, отнимая этот 9, знак получается положительный. Иначе программа у нас составлена правильно. Вот в таком режиме будут проходить наши следующие занятия. Надеюсь, что вам все было понятно. Вы должны мне ответить, установлена на вашем компьютере данная программа или нет. И у кого, если нет компьютера, вы должны написать, что у вас нет компьютера. Значит, домашнее задание. Значит, у кого есть учебное пособие «Язык программирования по статье 8 класса», прочитайте на странице 7.14. Значит, у кого такого пособия нету, значит, я вышлю вам скриншоты этих страниц, и вы также можете познакомиться с сегодняшним уроком. Если все вам понятно, до скорых встреч. Спасибо за внимание.